Вашему вниманию представляется тема «Организация перехода на ISO 9001-2015». Что такое этапы переходного периода? Именно этот вопрос чаще всего задают клиенты. В данной теме вы сможете ознакомиться с этим упрощенным обзором. Стандарт ISO 9001-2015 был опубликован в сентябре 2015 года. Предусмотрен трехлетний переходный период. Трехлетний переходный период определяется с даты официальной публикации стандарта. Текущий стандарт ISO 9001-2008 останется в силе до конца трехлетнего переходного периода, по завершении которого все сертификаты, выданные по текущему стандарту, потеряют свою силу. Например, компания, которая сертифицирована по стандарту ISO 9001-2008 и срок действия сертификата истекает в июне 2016 года, может начать процесс рейсертификации по действующему в настоящее время стандарту ISO 9001-2008. Сертификат будет действителен до сентября 2018 года. До этого крайнего срока компании для сохранения сертификации придется получить сертификат в соответствии со стандартом ISO 9001-2015. Пересмотренный стандарт имеет множество преимуществ. Не нужно ждать, чтобы ими воспользоваться. Кроме того, в 2018 году, вероятно, будет ощущаться недостаток ресурсов сертификации, поскольку представители многих компаний будут ждать до последней минуты. Не подвергайте риску свою сертификацию и свой бизнес. Пересмотренные стандарты ISO 9001-2015 регулируют вопросы управления рисками. Так управляйте же ими. Представители органов по сертификации не могут выполнять сертификационный аудит до полной квалификации аудиторов в соответствии с новым стандартом. Представители органов по сертификации не могут предоставлять сертификаты до тех пор, пока не будут аккредитованы для этого. Как выглядит идеальный временной график? Временной график переходного периода зависит от ситуации в каждой компании. Приведенный временной график является лишь теоретическим примером в отношении компании с несколькими производственными объектами, сертифицированной по стандарту ISO 9001-2008. Он не может быть применен в отношении любой компании с января до апреля 2016 года, планирование изменений, повышение внутренней осведомленности. С мая до июля 2016 года – понимание переходной методологии и оценка текущих пробелов. С августа до октября 2016 года – планирование перехода и принятие решений в отношении подхода к переходу, единовременный или поэтапный переход. С ноября 2016 года до июня 2017 года – обучение внутренних аудиторов, модификация системы управления качеством и внедрение изменений. В июле 2017 года – выполнение аудита первого этапа в ходе надзорного аудита для ISO 9001-2008. С июля 2017 года до июня 2018 года – устранение обнаруженных несоответствий, модификация системы управления качеством, внедрение изменений. В июле 2018 года – выполнение аудита второго этапа и получение сертификата ISO 9001-2015. Кто определяет процесс перехода? В определении процесса перехода участвуют пять организаций в следующем порядке. ISO – Международная организация по стандартизации. IAV – Международный форум по аккредитации. Орган по аккредитации. Орган по сертификации. Сертифицированная организация. Представители ISO определяют четыре основных этапа для каждого из пересмотренных стандартов. Публикация окончательного варианта проекта Международного стандарта – окончательный документ, который позволяет представителям организации начать подготовку, обучить аудиторов и провести сертификационные аудиты. Публикация официального Международного стандарта, в соответствии с которым могут выдаваться новые сертификаты. Изъятие из обращения предыдущей редакции стандарта, начиная с этой даты все компании, которые еще не были сертифицированы, могут быть сертифицированы исключительно на основании пересмотренного стандарта, однако, все еще сохраняется возможность обновления сертификатов на основании старого стандарта. Недействительность предыдущего стандарта – любые существующие сертификаты, в которых имеется ссылка на старый стандарт, являются недействительными. Все такие сертификаты аннулируются. Представители АВ совместно с представителями ISO публикуют документ с рекомендациями по переходу. Этот документ представляет собой набор инструкций и рекомендаций для органов по аккредитации и сертификации. Область и уровень его применения довольно велик благодаря тому, что в нем содержится больше указаний, чем деталей. Такой документ с рекомендациями формирует систему, покрывающую процесс перехода для сертифицированной организации, процесс перехода для органов по сертификации, например, квалификация аудитора, процесс перехода для органов по аккредитации, а также временной график, предоставлены представителями ISO. Даже на высоком уровне некоторые инструкции могут носить предписывающий характер, например, требования в отношении того, что орган по сертификации должен быть повторно аккредитован до выдачи сертификата на основании нового стандарта. Представители органа по аккредитации используют рекомендации ИАФ в целях определения подробных требований для своих аккредитованных органов по сертификации. Поскольку каждый орган по аккредитации является независимым, их интерпретации и рекомендации ИАФ будут отличаться, как их собственные требования, которые будут основаны на их собственных текущих приоритетах. Однако что касается членов ИАФ, их процессы и требования должны быть довольно схожими. Представители органа по сертификации объединяют требования и рекомендации ИСО, ИАФ и органа по аккредитации в целях определения процесса перехода, а также возможностей, которые он предоставит сертифицированным организациям. Начиная с этого момента, качество процесса перехода, предлагаемого сертифицированным организациям, будет отличаться в зависимости от квалификации и опыта представителей органа по сертификации в сфере управления процессами перехода в отношении стандартов ИСО. Представители сертифицированных организаций сотрудничают с представителями органа по сертификации в целях разработки максимально подходящей стратегии такого перехода. Пожалуйста, помните о том, что не все органы по сертификации смогут предложить полный спектр возможностей перехода и универсальность, поскольку у них может не быть возможности надлежащего обращения с ними. Каковы основные этапы процесса перехода? Процесс перехода будет состоять из следующих основных этапов. С сентября 2015 года представители органов по сертификации могут начать аккредитацию, оценку квалификации своих аудиторов и выполнение переходных аудитов по требованиям ISO 9001-2015, по прошествии примерно 18 месяцев после публикации стандарта ISO 9001-2015. Примерно март 2017 года, сертификация организации на основании старого сертификата 2008 года будет запрещена. Это касается только новых сертификаций. Организации, сертифицированные на основании ISO 9001-2008, могут обновить свою сертификацию по старой редакции стандарта. По прошествии примерно 36 месяцев после публикации стандарта ISO 9001-2015, примерно сентябрь 2018 года, старый стандарт не будет признаваться, а все-таки аккредитованные сертификаты будут лишены силы и аннулированы. Организация, сертифицированная по ISO 9001-2008, утратит свою сертификацию, и ее представителям придется начать новый цикл сертификации. Что такое процесс перехода? Приведенная информация основана на рекомендациях ИАФ. ИАФ предлагает представителям органов по сертификации сертифицированных организаций два варианта. Вариант первый – аудит единовременный перехода. Управление процессом перехода с помощью аудита единовременного перехода. Такой аудит перехода можно проводить одновременно с надзорным аудитом, в ходе аудита, выполняемого при повторной сертификации, или специального аудита. В ходе такого аудита единовременного перехода будет оцениваться лишь соответствие редакции ISO 9001-2015 года. В случае признания несоответствия организации, она не получит сертификат и не будет сертифицирована по ISO 9001. Вариант второй – аудит поэтапного перехода. Управление процессом перехода с помощью поэтапного или прогрессивного подхода. Его суть заключается в использовании надзорного аудита и аудита, выполняемого в ходе повторной сертификации, которые должны обеспечить поддержку в процессе сертификации по ISO 9001-2008 в целях выполнения дополнительной и последовательной оценки подгрупп требований пересмотренного стандарта. После выполнения всех требований принимается решение о сертификации. С одной стороны, поэтапный переход снижает риск для организации, однако, с другой стороны, он является более тяжелым с точки зрения реализации. Он требует надлежащего уровня переговоров и понимания между представителями организации и органа по сертификации. Что такое аудит единовременного перехода? Аудит единовременного перехода стандартов ISO – это аудит перехода уже сертифицированной организации со старой редакцией стандарта на пересмотренную редакцию того же стандарта. В ходе такого аудита оценивается только соответствие пересмотренному стандарту. Аудит можно проводить в любое время, в зависимости от потребности сертифицированной организации. Он может заменить надзорный аудит или аудит, выполняемый в ходе повторной сертификации, или может выполняться в качестве специального дополнительного аудита. Он должен проводиться аудиторами, которые полностью квалифицированы в соответствии с пересмотренным стандартом, а также должен занимать больше времени в отличие от стандартного аудита, который он заменяет. Это требование ИАФ. Если организация признается соответствующей после устранения всех несоответствий, выдается сертификат согласно новому стандарту. Если организация признается несоответствующей по итогам единовременного переходного аудита, заменяющего стандартный аудит в рамках цикла, новый сертификат не выдается, и организация может также лишиться своей текущей сертификации. Что такое аудит поэтапного или прогрессивного перехода? В случае выбора поэтапного, прогрессивного, процесса перехода переход с одного стандарта ISO на другой происходит не сразу, а в течение некоторого промежутка времени и состоит из нескольких аудитов обычного цикла аудита. Это могут быть надзорные аудиты или аудиты, выполняемые в ходе повторной сертификации. Эти аудиты входят в состав аудита поэтапного перехода. В ходе таких аудитов аудитор оценивает как соответствие действующему стандарту, так и подгруппе нового стандарта. Перед началом поэтапного перехода составляется общий план, определяется количество аудитов, а для оценки каждой статьи выбирается один из аудитов. Этот план является нежестким и может корректироваться после переговоров между представителями организации и органа по сертификации. Для получения сертификата требуется положительная оценка соответствия всем статьям. В ходе аудита поэтапного перехода несоответствие действующему стандарту выявляется, фиксируется и устраняется обычным способом. По новому стандарту ISO соответствующие статьи фиксируются и документируются. О случаях несоответствия сообщается исключительно в информационных целях, а не для их регистрации. Аудиты должны проводиться аудиторами, которые полностью квалифицированы по старым и новым стандартам. Продолжительность аудита должна превышать продолжительность стандартного аудита в целях обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым в отношении оценки нового стандарта. Будет ли ISO 9001-2008 существовать после 2015 года? Текущий стандарт ISO 9001-2008 сохранит силу до сентября 2018 года. Стандарты ISO 9001-2008 и ISO 9001-2015 будут одновременно существовать в течение трехлетнего переходного периода. С марта 2017 года сертификация организации по ISO 9001-2008 больше будет невозможна. Если до этого она не была сертифицирована по ISO 9001-2008, с сентября 2018 года все сертификаты ISO 9001-2008 будут аннулированы. Когда закончится срок действия ISO 9001-2008? В сентябре 2018 года все сертификаты ISO 9001-2008 будут аннулированы и более не будут действительны. Эта дата наступит по прошествии трех лет после публикации стандарта ISO 9001-2015. Представителям сертифицированной организации необходимо принять все необходимые меры, чтобы обеспечить переход с действующего сертификата ISO 9001-2008 на сертификат ISO 9001-2015 в течение такого трехлетнего переходного периода. Благодарим за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok